Книга «Открытым оком», тема «Обращение ко Христу», 8 том, вопрос 2110. «Дух Святой обличает человека в грехах и очищает о всякой скверны. Так почему же столько столетий Дух Святой не очистит Церковь от этого учения ухода от мира, ухода от благовестия?» Отвечает Игнатий Тихонович Лапкин. «Дух Святой ходатайствует об исполнении нами указаний Его, и во все века были те души, которые откликались на призыв Его. А то, что их не единица, так это нас пусть никого из нас не смущает». Сирахов, 16 глава, 3 стих. «Лучше один праведник, нежели тысячи грешников». По этим пустыням Бог уже произвел ревизию. Из Икииля, 20 глава, 21 стих. «Но и сыновья возмутились против меня, по заповедям моим не поступали, и уставов моих не соблюдали, не исполняли того, что исполняя, человек был бы жив. «Нарушали субботы мои, и я сказал, и залью на них гнев мой, и стащу над ними ярость мою в пустыне». Если бы этого неведущего пути спасения народа не было, этих пяти миллиардов, то эти единицы знающих путь спасения выглядели бы уже как множество. «А Богу вообще нарушителей не нужны. Он их и топит, и сжигает. А все дифирамбы, описатели житей святых монашеству, они же как под копирку сняты с тех восхвалителей, которые точно так же восхваляют своих приверженцев монахов в буддизме, в исламе и в других религиях, служительниц дафны, протумдевственниц. Так что ничего нет нового под солнцем. Так описывать самые заурядные действия тех, кто принял иночество, это такая неприкрытая натяжка с двойным стандартом измерения». Петр, 9 октября. Он отличался прекрасной и величественной наружностью и большую телесную силу, за что и выбран был в царские комиты и удостоен от императора различных воинских почестей. Но недолго пробыл Леонтий на службе, оставив все, что и устремился к иноческому житию, и принял пострижение с именем Петр в одном монастыре, называвшемся Дафнион. Затем он отправился в Оливию, обошел различные святые места, был в Лаодике и Аталии, мужественно перенося трудности путешествия и опасности со стороны Магометана. Стихотворение. И никому Бог право не давал переиначить и подправить слово. Прочь руки и вальшивые слова. Бесстыдники страшитесь и Егова. А кто они? Кто посягнул на царский с его печатью Божий манифест? Кто-то изверг нечестивый Марксли, а может Ленин за один присест? Нет, и сектанты вовсе ни при чем. Они, напротив, с Библией играют, как мушкару толкают свой сачок, заманивают всех тысячелетним раем. Неужто папы, патриарх, сенот, иначе мысль просто пожелали? Кто их надоумил, вложил им в рот, слова не Божьи, а рептилии жало. Переиначили библейское смиренно. Поискурастали слова и изреченья. Своих нет слов, молитвы, лишь куренья. Нет полноты, как видим, на крещенья. Ополовинили, а то совсем убрали. Заклеили и вырвали страницы. Псалтирь бормочет по страницам драным. Всем искажениям нет меры и границы. И главные враги у благовестия, у проповеди и рождения свыше. Те, кто атрибутами себя завесил. И портят Библию, грызут с церковной мышью. Ужасная постигла всю Россию. Неисправимая беда и три несчастья. Влосяницы сокрыли небо синее, А красной дружбой с воргом кичатся. А белой полосе на нашем флаге Ни митингов, ни проповеди в храме. А это значит, суд страшней ГУЛАГа У белого престола при озере Багряно. Игнатий Лапкин, 2003 год.